Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы, если они есть в секции с комментариями, и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями, в котором мы каждый день постим, размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, друзья, первая неделя практически заканчивается, протоколы последнего заседания американского регулятора позади, но еще один блок важных макроэкономических данных впереди. Это статистика Non-Farm Perils, которая выйдет завтра. Я рассчитываю на то, что индекс доллара, который смог вчера не просто удержать позиции, но и даже выбраться на локальные максимумы, сейчас он котируется выше 104 на 0,5, сохранит эту позитивную тенденцию и по мере выхода данных по американскому рынку труда получит дополнительный импульс для дальнейшего развития восходящего движения. Индекс доллара. Мы наблюдаем за этим инструментом в течение длительного периода времени. Конечно же, каждый раз, когда мы хотим определить его перспективы, нам приходится исходить из действий американского регулятора касательно ключевой процентной ставки. То есть это разговоры об ужесточении, о темпах роста ключевой ставки и о том, как все это влияет на экономику в целом, создает или не создает риски для рецессии, экономического спада и для глобального финансово-экономического кризиса. По поводу вчерашнего отчета по индексу производственного сектора АСМ. Мы ждали этот релиз, потому что он тоже является довольно важным и объективным показателем состояния американской экономики. Цифры плохие, друзья. Снижение с 49 пунктов до 48,4. В целом нужно отметить, что индекс остается уже не первый месяц, ниже 50 уровня, который отделяет восстановление от спада. Сейчас 48,4. Это, если мне не изменяет память, минимальное значение с мая 2020 года. Но снова напоминаю вам, что независимо от характера цифр по важным макроэкономическим данным, на мой взгляд, в текущих условиях статистика будет оказывать позитивное воздействие на американский доллар. Потому что чем хуже выходят данные, тем больше свидетельств того, что Федрезерву нужно активнее бороться за решение проблемы, связанные с высокой инфляцией. Чем лучше статистика, тем, соответственно, больше оснований для последующего экономического роста, что также позитивно сказывается на курсе национальной валюты. Протоколы, еще одно важное событие вчерашнего дня и, может быть, важнейшее в рамках всей недели, подтвердили комментарии председателя американского регулятора Джерома Паула о том, что, к сожалению, еще слишком мало свидетельства того, что инфляция снижается устойчивыми темпами. Федрезерву требуется больше доказательств того, что индекс потребительских цен уже миновал своих пиковых значений, дальше будет постепенно смещаться к целевому ориентиру в 2%. Ни один из 19 голосующих членов американского регулятора не считает уместным снижение процентной ставки в перспективе ближайшего года. Но мы, в принципе, с вами и не рассматривали такую перспективу. Мы, напротив, ждем, что в первом квартале ставка американского регулятора превысит 5%. И на этом я как раз выстраиваю свою кратко-тере среднесрочную идею того, что доллар, прежде чем окончательно развернется и пойдет вниз, сможет еще обновить свои локальные максимумы. Ждем завтрашний релиз по Non-Farm Perils, как еще один триггер для движений и более высокой волатильности американской валюты. И я рассчитываю, что все-таки после выхода завтрашнего отчета по Non-Farm Perils индекс доллара окажется выше уровня 104.50. Золото 1851 доллар за тройскую унцию. Золото растет, развивает бычие ралли конца прошлой недели, тестирует психологические уровни, обновляет максимумы с июня прошлого года. И это в соответствии с нашими с вами ожиданиями. Мы ставили на рост рынка драгоценных металлов и уже, по сути, сделали целевые ориентиры, которые хотели увидеть. Поэтому для тех, кто считает, что золото уже принесло достаточно прибыли прямо с начала этого года, я рекомендую уже фиксироваться, друзья, и не испытывать удачу. Для тех, кто уверен, что золото только лишь в самом начале своего предстоящего, более серьезного, высшего тренда, ну тогда вам мои комментарии, наверное, и советы точно не нужны. Но если все-таки вас интересует моя точка зрения, я полагаю, что золото будет дальше расти. Причем мои цели куда скромнее, чем ориентиры и ожидания большинства участников рынка, экспертов, аналитиков, которые следят за рынком драгоценных металлов. Я бы очень хотел увидеть в ближайшие недели 1900 долларов за тройскую унцию. Но многие считают, что золото уже идет по пути, в результате которого оно окажется на отметке 2, 3 и 4 тысячи. Кстати говоря, мне очень интересно ваша точка зрения. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как объясняют возможность такого стремительного роста золота в ближайшие месяцы? Главный аргумент – это ужесточение монетарной политики мировыми центральными банками, что, конечно же, приводит к росту стоимости заимствования, повышает ключевую процентную ставку и создает еще больше риска для вступления мировой экономики в рецессию. И если эта рецессия, этот финансово-экономический кризис все-таки посетит мировую экономику в 2023 году, то есть в этом, то, конечно же, повысится спрос на защитные инструменты, к которым традиционно относится золото. Интерес, кстати, к золоту также подтверждаются данными Всемирного совета по золоту, потому что в третьем квартале 2022 года прошлого года центральные банки закупили 400 тонн золота. Это практически вдвое выше, чем последний рекордный показатель третьего квартала 2018 года, когда центральные банки купили 217 тонн золота. Ну, тоже, как бы, делать выводы нужно правильные. Добавляем сюда индекс настроений, который указывает на то, что нужно двигаться против толпы, то есть покупать золото, потому что больше 70% трейдеров шортит. И также статистика последнего отчета от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC, институционалы тоже доверяют этому активу сейчас, поэтому он им растет. Доллар иена 132.53 я не рекомендую пока что выходить из коротких позиций, потому что думаю, что после локальной проторговки все-таки инициатива вернется покупателям иены. Много раз уже говорил, что Банк Японии сделал первый шаг в сторону отказа от мягкой экономической политики. И несмотря на то, что много было заявлений после этого самого же Банка Японии о том, что стимулирующая политика останется в силе, все-таки повышение диапазона допустимого колебания доходности японских облигаций это как ни крути, но отказ от мягкой экономической политики. Нужно называть вещи своими именами. Ждем более радикальных шагов, возможно больше решение диапазона, последующее повышение лучевой процентной ставки. Но когда это все случится, друзья, вы должны быть уже готовы к этому сейчас. То есть рынок к этому идет, поэтому в перспективе ближайших месяцев японская валюта будет точно укрепляться. Кроме того, руководство Японии, в частности последний комментарий, пример министра Японии, о том, что он намерен обсудить с менеджментом крупных корпораций, повышение ежегодных зарплат на уровень выше инфляции. Она сейчас находится на отметке 3,8%. То есть речь идет о системе ежегодного индексирования зарплатных плат, потому что это будет создавать позитивный эффект для экономики, иметь точнее, будет стимулировать рост экономической активности, потребительский спрос и впоследствии будет также приводить к укреплению курса национальной валюты. Сейчас все условия для того, чтобы долгосрочно доллар-иену шортить, да и в принципе уже эти короткие позиции, которых мы стали придерживаться еще в конце прошлого года, принесли отличный профит. Американский фондовый рынок 3870 пунктов. После протоколов вчерашних Федрезерва, когда американский регулятор подтвердил неготовность отказаться от жесткой монетарной политики, нужно индексы шортить. S&P, CL3600 и ниже. Рынок криптовалют Биткоин 16830, я по-прежнему сторонник того, что этот инструмент протестирует 15000 в ближайшее время. Джим Крамер, ведущий CNBC и очень импульсивная передача Made Money, также полагает, что предстоящий год, точнее 2023 год, в котором мы уже оказались, будет полон пессимизма для криптоинвесторов и негативных настроений и тенденций. Уже много раз отмечал, я разделяю такую точку зрения. И что касается рынка нефти, еще раз, что мы держимся от него подальше, потому что постоянно оправдывает статус самого волатильного рынка. За последние несколько торговых сессий нефть просела почти на 10%. И все это следствие ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае после начала отказа от политики нулевой терпимости к ковиду. Открытие границ, отсутствие барьеров в виде локдаунов, ограничений, сдерживающих распространение инфекции, к сожалению, привело к тому, что количество заболевших растет в геометрической прогрессии. И это очень сильно мрачает перспективы роста китайской экономики. А Китай – это основной потребитель углеводородов в мире. Поэтому и дальше, держимся подальше от данного инструмента. Будут интересные уровни для покупок, я вам об этом расскажу. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!